На этом уроке мы, иншаллах, разберем семнадцатый аэт. Поистине день развлечений есть или является установленным сроком, или назначен на определенное время. Инна Это частица усиления инаспа, то есть это частица, которая добавляется к именному предложению, состоящему из подлежащего и сказуемого, да ради чего, для чего, для усиления и подтверждения его смысла. Как известно, подлежащее и сказуемое именного предложение находится в состоянии ароф, например, от талиба мучта гидун, студент прилежный. Если мы добавим к этому именному предложению частицы инна, и скажем инна талиба мучта гидун, то оно уже будет переводиться как поистине студент усердный, старательный. Также мы видим, как частица инна поменяла падеж подлежащего с рафа на насп с именительного на винительное. А что касается падежа сказуемого, то частица инна, можно сказать, обновила его. То есть, хотя сказуемое и осталось в состоянии ароф в именительном падеже, но это уже новый ароф, новый именительный падеж. Так как амелем, поставившим это имя в состояние ароф, до добавления частицы инна, было подлежащее. А сейчас, после добавления этой частицы, амелем фактором уже является инна. Поэтому частицы инна и ее сестер, то есть подобных ей частиц, относят к так называемым новасюх аль моптада валь хабари. Т.е. к словам или факторам, которые меняют падеж подлежащего и сказуемо. Так инна и ее сестер добавляются к именному предложению из подлежащего аль моптада и сказуемо аль хабар. Они меняют поддержанность состояния подлежащего с рафа а на семенительного на винительного. А также меняют поддержанность состояния сказуемого в том смысле, что фактором, поставившим сказуемым в именительном падеже будет уже эта частица, а не подлежащая, как это было до добавления частицы Инна. Еще одно. После добавления или, скажем, присоединения частицы Инна или одной из ее сестер, например, Анна, Каанна, Лякинна, Лейталь-Алла, подлежащую уже будет называться как Исму Инна, то есть имя частицы Инна, а не Муктада, не подлежащую. А сказуемое подлежащую, то есть Хабар-Аль-Муктады, уже будет называться как Хабару Инна, то есть Хабар или имя частицы Инна. Имя частицы Инна имеет в виду имя поставленное им в состояние Насб. Значит, увидев частицу Инна в предложении, а она обычно стоит в начале предложения, мы должны искать ее Исм и Хабар. Итак, Инна это Харфа Талкидин у Насб, частица, усиливающая смысл предложения и ставящая Исм в состояние Насб, а Хабар в состоянии Арраф, хотя здесь упомянут только в состоянии Насб, потому что это видное, заметное изменение окончания среди двух этих имен, Исма Инна и его Хабара. Инна это Харфа Талкидин у Насб, ян сабу лисма в ярфу ал Хабара, который ставит Исм, то есть бывшие, подлежащие в состоянии Насб, а Хабар ставят в состоянии Арраф. Мабнив Аля Фатхин с неизменяемым окончанием, с Фатхой на конце, Инна Явма Аль Фасли, Йома это Исму Инна, это Исм Инна, то есть имя частицы Инна, к которому она добавлена. Мансу Бан Бега поставлена частицей Инна в состоянии Насб. В Аля Мута Насбе признан в состоянии Насб в нем является Аль Фатхата Захирату Аля Ахрия, Явана Фатха над его окончанием. Во Йома Мудафуна, слово Йома является Мудафом, то есть первым членом из Афетного сочетания, то есть присоединяемым именем. Йома день, день кого, чего, Йома Аль Фасли день, различие. Значит Аль Фасли это у нас Мудафуну Илейхе, второй член из Афетного сочетания, то есть это определение Мудафуну Илейхе. Маджурун Бель Мудафи поставлен в состоянии Аль Джар Мудафом, значит здесь можно сделать вывод, что имя бывает в состоянии Аль Джар по двум причинам. Первая причина это если перед именем стоит Хар Фуджар, предлог родительного падежа, как Мин, Иля, Аля и так далее. Вторая причина это если перед именем находится Мудаф, иными словами если это имя является вторым членом из Афетного сочетания. Значит Маджурун Бель Мудафи, про слово Аль Фасли мы говорим Маджурун Бель Мудафи, Вааламуту Джархи Аль Касрату Захирату Аля Ахири. Признак его состояния Аль Джар является явный Каср над его окончанием. Дальше. Мы сказали, что Яума это Исму Инна, и мы должны найти хабар частицы Инна. Для этого сначала нам надо разбирать в отдельности каждое слово в глагольном предложении Кана Миката. Кан это феалун насигун, глагол, который так же как и частица Инна, и ее сестры присоединяется к подлежащему и сказуемому именного предложения. Более того, этот вид известен под названием Кана у Ахвату, глагол Кана и ее сестры, то есть подобный ему глаголу, как Сара, Асбаха, Лейса и так далее. Их около 13 и еще больше. Значит, это один из трех видов Даль Амилов, факторов, которые добавляются в именное предложение и меняют поддерживать состояние подлежащего и сказуемого, то есть Аль Моктада и Хабара. Кана у Ахватуа. Так, после добавления Кана к подлежащему и сказуемому, он ставит подлежащее, то есть Аль Моктада, в состояние Аров, и отныне он уже называется Исму Кана, Исмом, то есть именем глагола Кана, а сказуемого он ставит в состояние Насм, то есть в винительном падеже, после чего это имя уже называется Хабару Кана, Хабаром глагола Кана, а не Хабар Аль Моктада, не Хабаром подлежащего. Как мы видим, воздействие или влияние глагола Кана и ее сестер на окончание Моктада и Хабара, на окончание подлежащего и сказуемого, прямо противоположно воздействию и влиянию частицы Инна и ее сестер. Так, если частицы Инна ставят подлежащее, то есть Аль Моктада, в состояние Насм, а сказуемое в состояние Аров, то Кану воздействует наоборот. Он ставит Аль-Мобтеда в состоянии Аров, а Хабар в состоянии Анасб. На сегодня, думаю, этого достаточно. Иначе-Allah на следующем уроке продолжим. Аль-Хамду лиллахи. Руббил Алимин.